Боюсь присветлить наждачкой. Думаю, сейчас я там все высветлю, все, и потом буду дорисовывать. Да-да-да, ни в коем случае, потому что здесь уже вот где-то и пересветлили. Мы только разрываем этим изображение на ранней стадии. Нам надо сейчас все брать пятном плоско, чтобы оно у нас, изображение, сидело в перспективе. И вам сейчас тоже надо потрудиться, чтобы у вас рисунок вошел в перспективу. Свет не вылазит вперед, полутона не провалены, все на своем месте, и глазу приятно. Вы вот правду скажите, работаете в разных ракурсах, крутите? Работа в разных ракурсах обязательно. Приучайте уже сейчас себя к этому. Увидите пользу. Я боюсь присветлить наждачкой. Думаю, сейчас я там все высветлю, все, и потом буду дорисовывать. Да-да-да, ни в коем случае, потому что здесь уже вот где-то и пересветлили. Ничего, сейчас мы все разберем. Заложите вот эти вот полутончики у нас, потому что нам с ними еще работать и работать, да? А они у нас, видите, раз и в свет, в свет ушло. Вот это вот все в свет ушло. Нам надо здесь заложить полутона. Вот этот полутончик тоже, видите, какой он здесь? Вот он какое-то пятно, да? То, что там на бороде мы видим, да, вот эти вот светленькие, их абсолютно еще не надо. Они нам ни к чему. Мы только разрываем этим изображение на ранней стадии. Нам надо сейчас все брать пятном плоско, чтобы оно у нас, изображение, сидело в перспективе. Вот здесь оно у нас немножечко уже полезло сюда. Ну, ничего, мы поработаем вот этим вот темным колером, да? Здесь вот, смотрите, туда вот эти дальние волосики, да? Они же тоже потемнее. Вот здесь света побольше, там они потемнее. Все это надо теперь немножечко восстановить, чтобы нам перспектива, вот на этом начальном этапе, да, уже должна быть вот она, воздушная перспектива. Вот видите, как здесь приятно смотрится, да? Еще нету ничего, никаких ни деталей, ничего. Но мы уже видим волоса, уже лицо, все уже есть, да? Теперь просто вот по этим пятнам будем работать, улучшать изображение. Вот и все. И вам сейчас тоже надо потрудиться, чтобы у вас рисунок вошел в перспективу. Вот эти пятна правильно разместить, по форме их взять правильно. Потом смотрите силу, свет, полутон, тень, чтобы гармонично были, да, все смотрелось. Вот видите здесь, свет не вылазит вперед, полутона не провалены, все на своем месте и глазу приятно. Мы сейчас у вас здесь видим, да, что свет все-таки лезет сюда. Вот сейчас этими лессировочками мы как раз его посадим на место. Если появляется вот эта сизость, охрой красной лессируем по темному, да? Потом смотрим на силу, свет, полутон, тень, вот эти все сравниваем, да? Если не хватает, то по этому красному лессируем опять легко, опять темным колером. И смотрите, всегда начинайте с таких лессировать пятен, которые более глубокие, более темные, да? Потому что у вас изначально на кисти всегда побольше краски. Хотя на ней всегда должно ее быть немного, чтобы она ложилась ровно и прозрачно. Потихонечку мы лучше с вами в несколько раз наберем нужный тон, чем сразу вот это вот пятно посадить, да? А потом его наждачной бумагой драить. Легкие лессировочки потихонечку набираем. Увидели, в сизое пошло. А вы его красненькой охрой раз так же легко лессирнули, все оно ожило. Смотрите, ага, не хватает. Еще темненькой слегка. И так вот вы его доведете, только вот этими вот лессировками. Наталья, обязательно все-таки вертите в разных ракурсах, смотрите, да? Когда вот эти пятна будете закладывать, да? Надо вертеть, смотреть, чтобы так больше будет видно. Будете видеть, где с этими пятнами надо побольше поработать, да? Так вот глаз привыкает, да? Мы видим просто, ну, дедушка и дедушка. А когда начинаем переворачивать, глаз абстрагируется, а форму пятна увидеть легче. Поэтому вертим, вертим, вертим во всех ракурсах работаем. Работа будет лучше однозначно. Посмотрите, лоб, пятно. Видите, какое у вас маленькое, да? Вот здесь вот. Стоит перевернуть, вот так вот смотрим, можем не увидеть. А перевернули его носом вверх или носом вниз, сразу это пятно вам бросится в глаза. Вы вот правду скажите, работаете в разных ракурсах, крутите? Кручу, но не очень много, наверное. Не очень много. Вы еще не привыкли, не оценили. Без этого хорошего результата. Я скорее в зеркало все время смотрю. В зеркало это совсем другое. Нам вот в разных ракурсах работать. Форма пятна, сила, свет, полутон, тень и обязательно проработка пятна, когда мы пятно прорабатываем, да? Вот смотрите, вы вот в этом ракурсе пятно проработаете, все сделаете, да? Все уберете там и более темные, и более светлые посадите. А когда перевернете его в другой ракурс, вы увидите другие помехи, да? Обязательно увидите, потому что их вот в этом ракурсе не видно, а в тот перевернете, увидите. Потом вниз головой опять то же самое произойдет. На другой бок опять то же самое. А когда ставите опять, вот поработали надо всем, вот так ставите в привычное положение, будет совсем другая работа. Поэтому работа в разных ракурсах обязательно. Приучайте уже сейчас себя к этому. Увидите пользу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова